привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и мы продолжаем серию роликов снятых по мотивам задач турнира юных физиков этого года и вот эта задача скорее всего появилась после того как соответствующий опыт показал на своем канале стив молд а сейчас проделаю его и я тоже вот здесь у меня стоит прозрачный экран а на стене сзади три горизонтальные полоски вы их прекрасно видите а теперь смотрите раз я прячусь за экраном и полоски вы видите сквозь меня а меня вам не видно как же это получается и чтобы усилить этот опыт я еще возьму лыжину и смотрите поставлю ее вертикально ее не видно совсем а полоски прекрасно видны но если я начну ее разворачивать горизонтально вот вы видите и и и тоже так что все зависит от ее направления и сейчас мы разберемся как это все получается а дело в том что этот экран представляет собой так называемую лентику ляр ную линзу и еще называют линзой любора по имени ее изобретателя с одной стороны он плоский а с другой стороны на нем сделаны мелкие полуцилиндрические выступы по 3 выступа на миллиметр и именно эти выступы и обеспечивают такие своеобразные оптические свойства экрана и мы начнем с простого опыта который я проделаю в программе ray optics simulation доступны онлайн вот я здесь сделать такую линзочку с полуцилиндрами которые смотрят на нас и пучок который состоит пока что всего из двух лучиков видно что эти лучики преломляются на линзе фокусируется где-то рядом с ней а дальше рассеивается расходится под заметным углом ну теперь вот что сделаем мы увеличим плотность пучка чтобы лучиков было побольше теперь я еще и ширину самого пучка увеличу чтобы он захватывал не один цилиндрик а много ну и вот мы видим соответствующую картинку теперь еще увеличим плотность чтобы лучей было совсем много ну получилось вот такая красивая картинка этот же опыт можно проделать и с лазерным лучом а лучше сказать пучком потому что его ширина в этом опыте заметно больше диаметра 1 полуцилиндра пучок рассеивается в горизонтальном направлении и на экране при этом возникает тонкая зеленая полоска а происходит это потому что цилиндры нашей линзы в этом опыте ориентированы вертикально а вот никакого вертикального рассеяния не происходит потому что в этом направлении поверхность цилиндров не искривлена и вот мы посмотрели что происходит с узким пучком лучей, направленным на линзу Любора. Но нам-то надо разобраться, почему предметы, находящиеся за линзой, хорошо видны, когда они вытянуты горизонтально и становятся невидимыми, когда они вытянуты вертикально. И с этой целью нам лучше всего посмотреть, во что превращается точечный источник света, расположенный позади линзы. Ну и чтобы сделать такой точечный источник, я возьму фонарик, уберу у него фокусирующее устройство, теперь здесь у меня вот и получился в своем роде точечный источник, и я его располагаю сначала близко к линзе за ней. Ну, тут у нас почти точечка видна, а я теперь отодвигаю фонарик все дальше и дальше, и изображение фонарика расплывается в горизонтальном направлении. А теперь я промоделирую эти переходы на экране компьютера, и вот я приготовил вертикальные и горизонтальные ряды синих клеток. Ну и пусть представим себе, что мы закрываем эти клетки линзой Любора, но сначала закроем вертикальный ряд. При этом каждый квадратик начнет расплываться и бледнеть. Ну и тем самым, если бы побледнело все еще сильнее, мы бы вообще перестали видеть эту линию. А что произойдет с рядом горизонтальных квадратиков? Здесь также каждый квадратик будет расплываться и бледнеть, но при этом бледные полоски будут перекрываться друг с другом и давать столь же яркую горизонтальную полосу за счет перекрытий. Так что горизонтальную линию мы будем видеть, а вертикальная практически пропадет из виду. И вот я еще приготовил табличку с красными и зелеными полосками. Давайте ее поставим за экран. Вот так мы видим зеленые полосы, а поворачиваем на 90 градусов. И видим красные, можно даже подальше отодвинуть их, все еще видно. Ну, а количественными исследованиями этой задачи пусть займутся юные физики на своем турнире. Пожелаем им успеха, а сами перейдем к нашему традиционному конечному вопросу. И этот вопрос будет не совсем по теме ролика, но зато очень красивый. Я положил линзу почти горизонтально и посвечу на нее лазерной указкой под небольшим углом. И посмотрите, какой красивый круг при этом образовался на экране. Спрашивается, а как возникает такое изображение? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok